Всем привет! Добро пожаловать на новый ролик на моем канале. И мы сегодня поговорим, что нужно знать при приезде в Армению. Мы затронем темы, как карта МИР, доверенность за грамм паспорта, как найти жилье, ВНЖ и обмен валют здесь в Армении. Не забывайте подписаться на канал, ставить лайки и комментарии. Подготовьте что-нибудь вкусненькое и заварите чаю, а мы начинаем. Первым делом, если вы только задумывались переехать в Армению, вам обязательно нужно сделать доверенность. Многие мои друзья, которые уже переехали, они это уже сделали. Вы можете сделать доверенность как и здесь, так и в России. Но если у вас, соответственно, нет времени, можете это сделать здесь. Чтобы сделать доверенность в Армении, вы должны привезти свой паспорт здесь к нотариусу. Они должны перевезти его сначала на армянский, потом на русский. После того, они когда заверяют у нотариуса, вы можете отправить транспортную компанию, как СДЭК или Глобинг, и отправить в Россию вашему близкому человеку, которому вы оформили доверенность. Поэтому не переживайте, вы можете сделать именно в Армении. Второе, что я хочу подметить. При прилете в аэропорт Звартнос в городе Ереван, не спешите обменивать рубли на драмы, потому что курс валют в аэропорту всегда очень-очень низкий. Поэтому немного потерпите. Но что я хочу подметить. Вы можете приобрести сим-карту в аэропорту любого оператора МТС, Билайн или ЮКОМ и заказать такси в центр города или до отеля, где вы забронировали ваш номер или до квартиры, где вы, соответственно, уже сделали тоже бронь. Также хочу подметить, Яндекс в Армении работает. Поэтому если у вас в приложении Яндекс уже была привязана карта Мастеркард или МИР, вы можете ими здесь расплачиваться. Поэтому не переживайте, вы даетесь до пункта назначения. И в-третьих, давайте поговорим об обмен валют в городе Ереван. Обмен валют здесь в городе вообще повсюду. В центре города, в супермаркетах. Поэтому не переживайте, имейте обязательно при себе наличные. И иногда заходите в обмен валют, потому что курсы иногда варьируются. И вы можете иногда поймать тот момент, когда вы удачно можете обменять рубли на драмы. Также есть сайт, называется rate.im. Вы можете зайти на сайт и мониторить, в каких банках вам лучше обменять ваши рубли на драмы. Что очень тоже удобно и вам тоже будет очень полезно. Четвертое, что я хочу подметить, это карты МИР. Карты МИР в Ереване, они работают, не переживайте. Но по сегодняшним новостям на 28 сентября Турция уже не принимает карты МИР. Поэтому если у вас были планы переехать из Армении в Турцию, имейте в виду, карты МИР там уже не работают. В Ереване с этим пока проблем нет. То есть в любых супермаркетах, в любых магазинах они работают. Вы также можете обналичивать с карты МИР банкомата в любом банкомате в банках Армении. Так как я держатель карты Сбербанка. Если вы снимаете с банкомата здесь драмы, имейте в виду, что комиссия за снятие драмов здесь 150 рублей. То есть с вашей карты плюс снимут 150 рублей, имейте в виду. Но карты МИР не работают в Ереване, только в магазинах Зара, Бершка, Пуленбир и в других магазинах, которые уже не работают в России. Поэтому там только принимают наличные, тоже имейте в виду. А все в остальном, карты МИР здесь работают. Поэтому не переживайте, зайдете в супермаркет, никаких проблем с этими картами не будет. Как долго они будут работать, никто не знает. То есть по последней информации, Узбекистан, Турция уже отказалась принимать карты МИР. А в Ереване, надеюсь, все еще будут их принимать. Пятое. Давайте поговорим о жилье. Как найти здесь жилье? Видите, да, здесь очень большой наплыв туристов и россиян, которые переехали в Армению. И, соответственно, цены очень-очень сильно возросли. По недавним данным, я наткнулся на номер в отеле, который стоит ночь 28 тысяч рублей. Это очень-очень дорого. Жилье здесь варьируется в зависимости от района, где вы хотите проживать. В среднем это начинается от 400 долларов и до 3 до 5 тысяч долларов в месяц. Если вы, конечно, хотите проживать в центре, это будет стоить примерно 2 тысячи долларов в месяц, что очень дорого. Поймите людей правильно, в такой ситуации все хотят заработать. Не обессуйте. Жилье здесь можно найти, но уже, конечно, не под таким адекватным ценом, как раньше. Также здесь есть риэлторы, где вы можете обратиться к риэлтору, где могут подобрать для вас жилье по вашему бюджету, но с определенной комиссией. Ссылки оставлю в описании, куда вы можете обратиться. Также оставлю я ссылку в описании на сайт List.i.am. Это здешняя платформа, как в России, Авито. Там тоже в поиске можете в отделе «Недвижимость» найти для себя определенное жилье. Там будут указаны все контакты, сколько стоит жилье, насколько они готовы вам отдать. Поэтому не переживайте. Также, как открыть здесь банковскую карту. Ссылку оставлю тоже в описании или здесь где-нибудь сбоку. Можете перейти и посмотреть, как открыть банковский счет. Вкратце вам хочу сказать, чтобы открыть банковский счет здесь в Армении, вам потребуется здешняя прописка, которую можно сделать при аренде жилья и договориться с арендодателем, чтобы вас прописали, сделали вам временную регистрацию. И можете уже пойти в банк спокойно и открыть банковский счет. Для открытия банковского счета в Армянском банке вы должны оплатить некую комиссию за открытие счета. Там примерно обычно, ориентировочно начинается от 50 тысяч драм. И 25 тысяч драм на остальную валюту. То есть 50 тысяч драм, это, допустим, вы открываете на драмы. И 25 тысяч драм, если хотите открыть доллары или евро. Также хочу подметить, что в Армении все разговаривают на русском языке. Все понимают и все разговаривают. Поэтому не переживайте, никакого языкового барьера здесь у вас не будет. Армяне очень-очень гостеприимны. И что хочу вам пожелать? Удачи обязательно. Что самое главное сейчас? Удачи. Мы вас здесь ждем, если вы собираетесь приехать, насладиться Арменией и получить море-море удовольствия. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и комментарии. И на все нужные вопросы я отвечаю в комментарии. Не стесняйтесь, задавайте любые вопросы. На все, на все я отвечу. А мы с вами увидимся уже в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok